Девушки отдыхают Новости, рейтинг самых популярных игр недели, а также супер-мега-шутер под названием Chrome Итак, приготовьтесь быстро нажимать на клавиши своего телефонного аппарата Потому что именно от этого зависит, получите ли вы диск с потрясающей космической стратегией Homeworld 2 или нет Все, что от вас требуется, это дать правильный ответ на вопрос В каком году вышел легендарный первый Homeworld? Думаю, вопрос достаточно легкий, поэтому спешите сбрасывать свои ответы на наш пейджер Ну а первый правильно ответивший и станет обладателем этой игры Участвуйте и выигрывайте, ну а я тем временем расскажу вам о последних новостях гейминдустрии К нашему величайшему сожалению, кража исходников Half-Life 2 не лучшим образом повлияла на дату выхода этого шутера от первого лица в свет Треть кода была украдена Это очень серьезно, потому что теперь нам придется задержать игру как минимум на 4 месяца, то есть до апреля следующего года Именно столько времени потребуется, чтобы полностью переписать похищенные строки кода Расстраиваться Кристоф Рамбос, президент Rubendi Games Это уже не первая задержка Half-Life 2 Изначально игра должна была появиться в продаже 30 сентября, но затем была перенесена поближе к новогодним праздникам В Венде, разумеется, такие ситуации очень не на руку В первой половине 2003 года компания пережила падение доходов на 29% по сравнению с прошлым годом И потеряла 52 миллиона евро А теперь выясняется, что и надеждам на хорошие рождественские продажи также не суждено сбутся Ушла на золото долгожданная игра Commandos 3 Разработкой которой занималась испанская студия Piro, а за издание будет отвечать компания Ados Рассказывать, что из себя представляет Commandos, не имеет смысла Из-за огромной популярности, которой добились ее предыдущие части Стоит разве что упомянуть, что на этот раз играбельных персонажей станет меньше Зато количество огромных и красочных уровней заметно увеличится Commandos 3 поступит в продажу 16 октября А все, кто заказал игру через онлайновый магазин ebgames.com, получат в подарок бесплатную копию Commandos 2 Man of Courage Спонсор нашей программы — сеть магазинов Гигабайт Напомню, что только здесь вы найдете самый большой в нашем городе выбор компьютерных дисков, DVD и игровых аксессуаров Ну а далее нас ждет рейтинг самых популярных игр недели Очередная стратегия в знаменитой серии Command & Conquer вышла в начале этого года И вот 22 сентября Electronic Arts выпустила ранее обещанный аддон к этой первой трехмерной стратегии в мире Дополнение называется Zero Hour и включает в себя новые юниты, карты и варианты мультиплеер игры Command & Conquer Zero Hour на этой неделе занимает пятую позицию в рейтингах по популярности Второе место в пятерке самых популярных игр недели занимает вторая часть легендарного проекта Homeworld Которая вот уже месяц продолжает вызывать неслабеющий интерес у всех любителей RTS Еще бы, ведь игра и вправду очень не дурна Отличный сюжет, потрясающая графика, накаченные адреналином тактические сражения в открытом космосе Все это Homeworld На третьем месте нашего хит-парада UFO Aftermath Формальное творение черстой компании Altar не является продолжением некогда знаменитой серии UFO, переименованной затем в XCOM Фактически же игра представляет собой ремейк самой первой части UFO Enemy Unknown Чемпион по продажам на Xbox Halo не теряет позиций и на PC Этот революционный продукт занимает второе место в рейтингах по популярности Еще бы, ведь игра представляет собой талон того, как нужно делать отличные шутеры Графика и звук просто сводят с ума, а уникальные фичи игры, а также отличный мультиплеер производят несгладимое впечатление Тактический киберпанк-шутер под названием Chrome буквально ворвался на первую строчку хит-парада самых популярных игр недели Выходы этого творения польской компании Techland ждали давно Игра обладает красивой графикой, динамичным сюжетом и способна удивить даже самых требовательных любителей жанра Тактический мегашутер Chrome уже продается в CD-центре Gigabyte Если вы еще его не приобрели, то обязательно это сделайте, потому что игра и вправду того стоит В общем, смотрите сами Чего ожидает от жанра игры FPS геймер? Обремененный повседневными заботами и садящийся за компьютер расслабиться и интересно провести пару часов свободного времени Ответ прост, экшена и еще раз экшен Масса новых впечатлений, ярких и сочных красок, захватывающих дух приключений и много другого, что не напрягает мозги Он ждет игру, понятную интуитивно с первых минут и простую в использовании Именно таким продуктом и является Chrome Игра не без претензий, не лишенной оригинальности и своеобразных черт Chrome отличает крепкая сюжетная линия, которая держит на себе весь игровой процесс Запоминающиеся персонажи и неплохая сочная графика В остальном же это обычный шутер от первого лица, который, однако, содержит в себе несколько весьма любопытных фич Свойственных экшенам нового поколения Как то, наличие транспортных средств, ветвящийся сюжет и ролевые элементы, а также высокий интеллектуальный уровень противников Игроку вновь предлагается перенестись в фантастический мир негостеприимного, впрочем, как обычно, будущего По версии Techland в нем нас ожидает суровый дефицит ресурсов В том числе и наиболее важного из них Хрома Уникального вещества, способного в миллионы раз ускорить ход естественной эволюции И как следствие из этого широко применяемого при создании пригодных для колонизации миров Именно из-за него и будут плести интриги, а порой и биться не на жизнь и насмерть могущественные трансгалактические корпорации Ну а страдать, как это часто бывает в подобных ситуациях, придется несчастным поселенцам На фоне столь типичной завязки чертовски радует, что Логан, главный герой игры, счастливый, сбежал слащавой участи, стать благородным защитником слабых и умалишенных И вместо этого предстает заурядным коростолюбивым наемникам На протяжении игры нам предстоит выступать на стороне того, кто предоставит больше средств на безбедное существование Впрочем, дань благородству разработчики все-таки выплатили, оставив возможность помочь отделенным колонистам в нескольких миссиях Сюжетная линия Хром имеет три различные развязки, что, разумеется, не может не радовать Игровой процесс в целом удачен, хотя и не лишен некоторых очевидных изъянов Например, несколько неудобно заимствованные из RPG системы управления оружием и инвентарем А маршрут прохождения некоторых миссий довольно линейный Однако значительно более интеллектуальным и даже интеллигентным геймплей становится за необходимостью серьезно прицеливаться перед стрельбой Присесть и отдышаться — это полдела Нужно еще зажать специальную клавишу, и только тогда оружие перейдет в боевое положение В принципе, стрелять можно и навскидку Только не спрашивайте, куда подевались снайперская точность и ловкие хедшоты Поначалу лишняя кнопка раздражает Однако стоит втянуться, и в игре словно открывается второе дно Приходится постоянно думать не только о том, какое оружие взять, но и о том, как его лучше использовать Что ни говори, о реалистичности в игре предостаточно Карты смотрятся вполне естественно Есть и леса, и поля, и озера с болотами, заселенные хищными и травоядными представителями фауны Аптечки прибавляют здоровье не мгновенно, а постепенно В результате оздоровление вашего организма происходит лишь через некоторое время Открытые пространства дают массу возможностей для использования самой различной техники Баги и скоростные мотоциклы, тяжелые бронемашины и шагающие роботы Кататься можно где угодно и как угодно Хром продолжает начавшееся недавно шествие шутеров нового поколения И вполне способен составить достойную конкуренцию Крид и Хаула Однако в любом случае игра заслуживает внимания всех любителей экшена И несомненно найдет чем удивить даже видавших виды ветеранов FPS С вами была GameZona и я, Дэн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok